Утро на Болткоме Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире, по-прежнему в студии Александра Шунина, Абик Элкин. Мы говорили о первой части, естественно, о главном событии, это все, что связано с пандемией, уже больше года преследует нас это напасть, но жизнь продолжается, и политическая жизнь тоже в том числе. И, как мы уже сказали, в самом начале, вот сегодня появилось официальное заявление создателя такой вот движения, которое должно перерасти в партию, под названием Республика 2030, ну, то есть речь идет о такой главной цели достичь уровня Швеции, так я понимаю, вот этого скандинавского благосостояния не позднее, чем 2030 год. В течение 20 лет, как указано в заявлении программном. Понятно, но основная цель все-таки в 2030 уже сделать такой вот к 2030 году уже сделать такой вот окончательный рывок, если, конечно, пандемии не помешает. У нас пока, да, вот сейчас, я надеюсь, подсоединиться к нам Вячеслав, он сообщает, что, я так понимаю, он пытается к нам присоединиться посредством ЗУМа. Вячеслав Домбровский, у нас должен быть на прямой связи, ну, вот пока мы... Ну, если что, у нас всегда есть запасной вариант телефон по старинке, уже звучит как по старинке, а пока что я вас развлеку последними новостями. Вот, например, пришло сообщение о том, что министр юстиции Янис Бординс ставит работе Кабинету министров отметку 7 баллов. Это было произнесено сегодня по ЛТВ в программе «Утренняя панорама». Даже не 7, а приближается к 7. Ну, то есть достаточно критично пытается министр оценивать в том числе и собственную работу, в том числе и по искоренению коронавируса, и все, что с этим связано. Да, ну вот сейчас пытаемся связаться. Получается? Ну вот, надеемся, что получится. Мы как раз пытаемся через ЗУМ связать с Вячеславом Домбровским. Я единственное хочу напомнить, что у нас выборы пройдут в октябре следующего года, и, да, вот Вячеслав сообщает, что у него все включено, но мы, по крайней мере, пока его не видим. А пока продолжаются наши технические мучения, отмечу, что приблизительно через полчаса, сразу после 9-часовых новостей, мы продолжим разговор о друзьях наших меньших, чрезвычайных многих. У нас в гостях будет ветеринарный врач, кинолог Альберт Чепуштанов, и, в общем-то, мы продолжим обсуждать эту инициативу разрешить выгул собак на определенных пляжах Юрмала, а также интересно, как вообще домашние питомцы, конкретно собаки, переживают пандемию, потому что вот сейчас они больше времени проводят вместе с хозяевами, друг к другу привыкли, а вот отменят ЧС, вернется простая работа, а не удаленка, как будут переживать собаки, например, они же тоже в конце концов испытывают стресс. Еще интересный вопрос, как проводятся различные занятия с ними, потому что собака-то должна быть воспитанным существом, и занятия не только индивидуальные, но и групповые в том числе бывают. Вот об этом сразу после 9 часов с ветеринарным врачом и кинологом Альбертом Чепуштановым. Как у нас там с Вячеславом Домбровским? Ну вот он пытается, он пишет, что он нас пока не видит. Видимо, если он нас в ближайшие минуты не увидит, мы будем пытаться тогда... Все-таки по телефону, да, ему позвоним? Ну тогда будем пытаться созваниваться. Да, ну а пока о том, что происходит. Действительно, сегодня депутат Сэма Вячеслав Домбровский через пару часов после эфира на Радио Болтком объявит во всеуслышание о том, что в августе он планирует создать центристскую партию. Пока что это будет движение, которое будет называться Республика 2030. И по заявлениям Вячеслава никаких красных линий он проводить не станет. Партия будет открыта для сотрудничества со всеми. Впрочем, первый не он последний заявляет о таком. Что еще примечательно, по словам, извините, по словам Домбровского, его главная цель, не громкие слова, а видение. Видение того, к чему нужно в конце концов прийти. А план такой, через 20 лет выйти на уровень жизни, такой же, как в Скандинавии, конкретно Вячеслав хочет сравнивать Латвию со Швецией. Потому что, опять же, по его словам, если будем продолжать такими же темпами, как сейчас, уровень Швеции мы не достигнем и в течение 100 лет. Да, ну вот сейчас мы попросим нашего звукоежиссера все-таки связаться по телефону, поскольку не удается нам установить связь посредством Зума. Не знаю, что там произошло, но, по крайней мере... Ну, мало ли, понедельник – день тяжелый у всех, в том числе и у депутатов Сейма, в том числе, видимо, и у техники. Сегодня, кстати, погода нас не очень балует. Выходя из дома, если вы соберетесь куда-нибудь из дома, рассчитываете на облачную погоду и небольшой дождь. Так что зонтик вам в помощь. А между тем у нас на телефонной связи депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что-то у нас, видимо, было со связью, поэтому... О, теперь и картинка появилась. Так вот бывает. То не удается ни по каким системам связи теперь. Ну вот, говоря о движении, которое будет создана, сегодня уже появилось такое заявление в лете. Несколько слов об этой республике 2030. Что это? Почему возникла такая необходимость? Доброе утро. Во-первых, всем, как известно, планы о создании новой политической партии я озвучивал еще несколько месяцев назад. В определенное время ушло на то, чтобы создать начальную команду людей-единомышленников, с которыми у нас одинаковые идеи разработать это изначальное видение, надроски программы. И вот теперь сегодня мы готовы сообщить о том, что у нас эта команда есть. У нас есть видение того, что мы предлагаем жителям в Латвии. Мы в политике собираемся... На самом интересном месте. У меня слышите? Прервали. Да, слышу. Нет, нет, нет. Вы знаете, Вячеслав, прервалась связь на словах. Мы обещаем мысли-то. Если вы меня сейчас слышите... Да, сейчас, да. Слышите, да? Да. Выключился один канал, включился другой. Мы в политике собираемся играть, я бы сказал, в самой сложной лиге. Самая простая модель политики – это найти себе какую-то избирательную нишу, назваться левыми, правыми, либералами, консервативными. И потом в этой нише, так сказать, настраивать людей против другой ниши. То есть те, кто консервативный против либералов, либералов против консервативных, русский против лутушевых, лутушевых против лутушевых и так далее. То есть мы отметаем участие в любых каких-либо таких нишах. То есть мы в корне отказываемся заниматься такой политикой, как настраивание одной части общества против другой. Мы первое, собираемся построить первую в истории Латвии партию, которая будет основываться только на визию и на видении, то есть только на то, что мы предлагаем, что мы обещаем жителям Латвии. Нас объединяет видение того, что за 20 лет построить страну, которая по своему уровню благосостояния была бы одной из самых развитых стран мира. такой, как Швеция, за 20 лет. То есть, как вы сказали, отмечу, что при нынешних темпах развития за последние 15 лет это займет, даже за 100 лет это не случится. Это займет, может быть, что-то около 115-120 лет. И мы поэтому хотим, чтобы нас судили только по тому, насколько нам удается или не удается строить такую страну, такую модель экономики. А не потому, что мы себя называем, назвали бы либеральными или консервативными, или правыми, или левыми, или еще какими-то левыми. То есть, только по тому, что мы обещаем, только по нашим делам. Вячеслав, да, хорошо. Нет, ну вот я хотел спросить, тем не менее, Вячеслав, чувствуете ли вы, что вообще население готово вот к такому, не знаю, изменению мировоззрения, поскольку ну все-таки мы все жили, по крайней мере, последние 25 лет, вот действительно с этими нишами, с политическим разделением на латышей, не латышей, граждан, не граждан, там левых, правых, националов, радикалов и так далее? Я думаю, что люди, на самом деле, этого хотят уже достаточно давно. И то, что мы видим за последние, ну уже много лет, это те политики, которые, ну или избираются, или давно сидят, скажем, в правящей коалиции, они за своей неспособности, импотенции доставить эти конкретные результаты в области развития экономики, неравенства доходов и так далее. То есть они отвлекают внимание путем вот этого вот, а смотрите, здесь вот это вот, скажем там, либералы хотят, хотят, чтобы все ваши дети поменяли там пол, или вот смотрите, русские идут, или так далее. Так что я думаю, что люди хотят этого уже давно. Просто, как я и сказал, это действительно наиболее, скажем, самая сложная модель ведения политики. То есть не опираясь ни на какую электоральную нишу, а действительно призывая всех жителей Латвии, независимо от того, являются ли они либералами, являются ли они консервативными, левыми или правыми, действительно объединить свои усилия для того, чтобы достичь это конкретное видение, построить план, дорожную карту того, как мы туда придем, и сделать это. И судить нас, своих избранников, только исключительно потому, насколько они выполняют это обещание или не выполняют. То есть через 20 лет, в принципе, можно будет тогда поставить оценку. Вячеслав, при всем уважении, все, что пока прозвучало, я бы описал такой достаточно избитой фразой «Мы за все хорошее против всего плохого». Да, не вы первые, кстати, пытаются объединить всех в центристскую партию. К сожалению, уже тоже я на своем веку в Латвии слышал планы догнать и перегнать Швецию через какое-то количество лет. А хотелось бы, помимо вот этого видения, этой визии, услышать какие-то, может быть, конкретные наметки, шаги. А за счет чего-то, собственно, мы будем догонять, потому что времени-то не так много. 20 лет просвистят. Как не было? Во-первых, это не будет видно только через 20 лет. Для того, чтобы через 20 лет достичь уровня Швеции, мы должны каждый год в среднем расти, если мы говорим о внутреннем головом продукции, на 5% быстрее, чем Швеция. То есть, получается это или нет, будет понятно уже за первые 4 года. Догнать и перегнать. Да, опять же, очень знакомый слоган. Так за счет чего вот этот космический рост ВВП? У нас есть весьма детальная программа, много идей по тому, что нужно делать в области экономики. Некоторые из них я могу, конечно же, озвучить. Будьте любезны. Мы говорим прежде всего, что фундамент для того, чтобы догнать и перегнать Швецию, нужно строить на том, чтобы построить здесь кластер экспорта высшего образования и начать привлекать студентов из ближнего зарубежья. За 8 лет мы должны достичь такой отметки, чтобы у нас через 8 лет здесь было бы 50 тысяч иностранных студентов. На этой базе мы сможем начать привлекать сюда рабочие места международных иностранных компаний. Например, как только мы достигнем отметки выпускников студентов по информационным технологиям в 3000 абсалвентов в год, у нас появится реальная возможность сюда привлечь рабочие места для этих абсалвентов от многих международных иностранных компаний. Таких, например, уже сегодня работает здесь Accenture. То есть по той же модели мы будем здесь создавать другие рабочие места. Далее мы собираемся государству вместе с частным сектором начинать выстраивать новый сектор экспорта медицинских услуг и услуг по здравоохранению. Далее при помощи создания региональных индустриальных зон мы привлечем крупные индустриальные инвестиции в регионы Латвии. Для этого сейчас тоже открываются хорошие возможности, потому что происходит определенная переброска производственных мощностей из Китая в другие страны из-за того, какие отношения сейчас между Западом и Китаем и так далее. То есть у нас очень много наработок уже на данный момент. В ближайшие месяцы мы создадим такую платформу, где вместе с людьми, вместе с самыми яркими нашими академиками, бизнесом, государством мыслящими, чиновниками, активными гражданами. То есть мы будем далее работать, дорабатывать, выстраивать эту программу экономического развития, то есть до конкретных вещей, которые мы будем готовы делать уже в первый год. Вячеслав, позвольте… То есть то, насколько у нас получилось, не получилось, станет, очевидно, очень быстро. Позвольте резюмировать. Значит, акцент вы хотите ставить на экспорт образования, экспорт медицинских услуг, экспорт каких-то товаров, очевидно, с высокой добавленной стоимостью, а также сфера IT и высоких технологий. Правильно? В том числе, но не только. Да, вот еще такой, наверное, важный вопрос, все-таки вернемся вот к сегодняшнему дню и к сегодняшним проблемам, которые, понятно, что очень донимает латвийское общество. Борденс, министр юстиции, вице-премьер, кстати, правительства Кайнича, буквально вот несколько минут тому назад агентство «Лето» слило о том, что вообще деятельность правительства уже заслуживает почти седьмерки, вот по десятибальной шкале, вы вообще с ним согласны? Почти хорошисты. Почти хорошисты, да. Ну, а как видите ли, то, что сейчас за последние несколько месяцев стало настолько очевидно всему обществу, то есть та оценка деятельности правительства, я думаю, выше четверки, действительно, вряд ли, я бы, может, поставил меньше, она для нас и для моих, для меня и для моих единомышленников, она была, то есть этот бардак, он был очевиден еще семь лет назад. Именно поэтому все эти годы, как и я, искал возможности, как можно изменить, в корне изменить эту ситуацию. Ну, тогда, может быть, этому верили немногие. И сегодня это стало абсолютно очевидным. И это проблема не только этого конкретного правительства, это системная проблема. То есть при такой системе, ну, почти любое правительство, к сожалению, будет сложно таким образом, что оно будет укомплектовано наполовину, как минимум, непрофессионалами, и результат налицо. Вот, может быть, такой последний вопрос, что касается, действительно, вот создания такой политической силы. Думаете ли вы о том, о создании, не знаю, какой-то более широкого объединения? Почему спрашиваю? Поскольку мы знаем, что несколько сразу политических сил, ну, относительно новых, и так можно сказать, сейчас создается, одна партия уже создана, не будем ее рекламировать. Или вы все-таки считаете, что у вас есть команда, вы способны, как бы, сами идти к избирателям? Да, кстати, вопрос о команде. И напомню, мы беседуем с Вячеславом Добромским, политиком, который создает собственную политическую партию, но сначала общественное движение. У нас уже на данный момент создана команда, то есть из 11 основателей и членов правления общественной организации «Республика-2030», из этих 11 человек мы уже сегодня можем укомплектовать почти половину, профессионально укомплектовать почти половину министра кабинета. То есть, фактически, ну, осталось еще, я так понимаю, что для партии, для участия в СЕМИ нужно 500 человек, так что вы ориентируетесь на широкое такое движение, да? Да, мы строим организацию так, как она должна быть построена. То есть, мы не собираемся создавать то, что будет, скажем, следующим КПВ, то есть партию, которая соберет под знамя борьбы с нынешним правительством многих людей, но потом, попав в коалицию, попав в правительство, без организации, ну, с ней случится то же самое, что случилось с КПВ. Нет, мы понимаем, что для достижения амбициозных целей необходима крепкая, эффективная организация. Мы занимаемся именно тем, чтобы также не только работать над целями, над программой, но и над тем, чтобы создавать сильную, эффективную партийную организацию, которая будет способна ее достичь. Начиная от компетентных профессиональных кандидатов на посты министров и заканчивая, естественно, широкой, разветвленной системой региональных отделений и активистов. Пожелаем вам успехов, Вячеслав Дамбовский. Удачи, Вячеслав. У нас был на прямой связи посредством Зума. Спасибо большое. Сейчас мы прервемся, как обычно, на паузу и новости, ну и, естественно, вернемся с новыми темами и новыми гостями. У нас будет тоже на прямой связи со звоном эксперта. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok